Достаточно ли количество колодцев в деревнях и селах сельских поселений Фурунского района обсуждали на еженедельном совещании по водоснабжению. 11 февраля глава района Роман Соловьев обсудил вопросы жизнеобеспечения населения с представителями ресурсоснабжающих организаций. Специалисты отдела ЖКХ и благоустройства администрации начинают проводить комиссионные рабочие поездки в сельские поселения. В понедельник выезд состоялся в деревню Иванково. По итогам работы будет составлена точечная адресная часть для строительства и ремонта колодцев с приходом весны. Глава района дал поручение главам сельских поселений обратиться за советом к старостам населенных пунктов и депутатскому корпусу. Это позволит разместить источники водоснабжения с учетом их необходимости жителей. В деревне Белиной и селе Фряньково-Панинского сельского поселения частые перебои в работе старого трансформаторного оборудования приводят к отключению насосов водосети. Решение вопроса энерго- и водообеспечения населенных пунктов на личном контроле главы Фурмского района. Временно исполняющему полномочия главы Панинского сельского поселения Алексею Зобнину дано поручение подготовить необходимый пакет документов для включения данного вопроса в повестку дня Совета Фурмского района. Жителей микрорайона Мичурина интересует вопрос, когда аппарат по продаже артезианской воды, установленный на улице Тимирязева, начнет работать. По информации предприятия Водосеть, оборудование будет введено в эксплуатацию после получения лабораторных исследований качества разливаемой воды, ориентировочно на текущей неделе. Напомним также, что гребенки с кранами для разлива питьевой воды установлены на скважинах по адресам Возрождение 32 и Мичурина 12. Жители могут воспользоваться ими в случае ограничения услуги водоснабжения. В рамках реализации комплексного плана мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения при взаимодействии тепло-электро- и водоснабжающих организаций были даны поручения руководителям ГУП Ивановской области Центр профи. Специалисты отдела ЖКХ и благоустройства администрации проверят, как решается вопрос установки дополнительных емкостей резервного запаса воды для газовых блочно-модульных котельных.